Итак, мы начинаем просмотр последнего матча группового этапа второго дивизиона Leaf2Win против Team Empire. Если мы все правильно поняли, то переигровки будут в случае победы команды Empire, правильно? Да. Да, Empire сейчас на шестом месте, у них 4-4, будет 5-4 в случае победы. Они сравняются по сериям с командой NIP. Ну а если проиграют, то ничего хорошего для них, конечно, не случится. Не-не, наоборот, если выиграют, все будет окей, никаких переигровок, ничего не будет. Они просто, да, будут играть... Тогда они просто будут играть с WinStrike, да, я так понимаю, 4-5, это игра с WinStrike, не с NIP, а с WinStrike, да, 4-5. Да-да-да. То есть поражения им не нужны, им нужно побеждать. Команде Leaf2Win они сейчас занимают второе место, при победе они на первое все равно не выскочат, потому что у них стата будет хуже, чем у его субмарина личная встреча у них проигрыш. Если поиграют Leaf2Win, им тоже ничего не будет, они также останутся на втором месте при любых раскладах, то есть эта победа, по факту, им не очень нужна, Team Empire нужна очень, как, собственно, было и в предыдущем матче. Там аутсайдер победил, сможет ли здесь, вопрос открытый, давайте посмотрим и узнаем. Мы, в первую очередь, конечно же, поглядим на коэффициенты, которые дает нам наш партнер париматч. Это 1.25 на Leaf2Win, 3.75 на победу Empire, вот так вот. То есть, опять-таки, в имперцев мало кто верит. Но, друзья, у нас есть новости, да, то есть в команде присоединился Чапи как тренер. Это прям важно подметить, это, как я понимаю, первая какая-то работа Чапи в киберспорте, в Dota 2 конкретно, как тренер, потому что до этого он был только игроком, там, менял первый, третий позиции и так далее, в центре играл, а сейчас он тренер. Для меня это, конечно, прям немножечко шок была эта новость. Вот. Игрок молодой, он, конечно, довольно опытный, на про-сцене бывал, играл в топ-коллективе, да, сражался за первые места, даже на Интернешнл мог поехать, если бы не определенные обстоятельства. А тут он тренирует молодых, и это интересно, посмотрим, сколько его тренер-соскажется. Но в целом, по заявлению самих Empire организаций, он уже несколько недель работает с этим составом, и, как мы видели, в последних матчах имперцы реально выступали неплохо. Я помню, мы с тобой комментировали матч, где они там показали стратегию, они отдавали начало, но у них был четкий план, они выигрывали. Да, это был матч против Windstrike, они его выиграли со счетом 2-0. Но у них, естественно, много поражений, однако они, например, победили команду Gambit, которая в верхней части таблицы находится, у Gambit всего три поражения, в том числе против команды Empire. Empire, как мы уже сказали, победа нужна, вот они пикают себе Акса, и этот Акс, ну, наверное, этот герой появляется только у них во втором дивизионе на постоянной основе, это не первый матч, где они с ним играют, остальные как-то не особо его котируют. Я тут слышал про интересный билд в Китае, ты, наверное, можешь рассказать про него на Аксе, интересно, будет ли он здесь использоваться, я статью тут недавно про него читал, про этот билд. Ты про что? Через Монтостайл и определенные таланты. Но это было один раз только. Не знаю, сколько это было. Два или три, по-моему, это было. По крайней мере, на Спорце прям статью выкатили и рассказывали, как это должно работать. Не знаю, я видел только один единожды, может, что-то пропустил, конечно, хотя очень вряд ли. Ну, не то, чтобы это какой-то прям супер, знаешь, тренд, новая Веня. Акс тоже там нечасто мелькает, но он появляется, конечно, у сильных коллективов. Вот. Монто бывает, но тоже не всегда. Она там отпушивает линии этими иллюзиями и так далее, отправляет их, везде все фармит очень быстро. То есть есть такой геймплей, есть такой план. Ну, вот, несмотря на то, что лифт-вин победа не нужна, пикают. Они при этом очень дефолтно пикают сильных героев метовых. Может быть, просто очередная тренировка для них. Победят хорошо, не победят, да и ладно. Как говорится, два саппорта есть, у флейнера есть, керри есть. Нужен просто мидер. Все стандартно пикают. Эмпайр такая же история. Не хватает только центральной линии. Причем лифт-вин будут закрывать. В этом плане им, конечно, попроще. Всегда смогут придумать какой-то ответ на мидера команды Эмпайр. Так, давай сразу нюансы обозначим. Значит, ультимейт Омника ничего не пробивает. Ну, кроме Айсбластва. То есть только магический урон. Но лифт-файеров, диспелов пока никаких нет. То есть лифт-вин там выйдет в какого-то инвокера. Уже не выйдет инвокер, забанен. Поэтому будет сложнее придумать какую-то контр-пик Омнику. Вот, суперновую никто не бьет. Так, суперновую. Я знаю героя, который им подойдет. Которого они используют. Это Лишрак. Лишрак. Не бьет суперновую. Но дает магию против Омника, да? И зажигает соперника. При этом нет сейва из-под хроносферы. Поэтому получает хроносферу и умирает. Не получает хроносферу. Понял. Тайм-делейшн получает? Не, ну я к тому, что ФН. Это его герои. Шторма забанили. У него был перформанс плохой на некоторых персонажах. Например, на Битрайдере он не очень хорошо выступал. На некоторых он прям разрывает. Это Шторм. Лишрак как раз. У него билд тут был очень интересный. Кай Сэнш плюс Аганим. Тоже практикует что-то новое. Слушай, ну я, конечно, очень сильно буду рисковать. Но скажу, что Team Empire пока напикали, на мой взгляд, получше. Вот 4 на 4 героя, я смотрю. Мне прям больше нравится. Ну у них просто два саппорта. Омник и Феникс. Против которых игры вообще нет. Ну окей, аппарат пятерка. Попалась с бластом. Законтрила Омника немножко. Но Феникса Супернова вообще никто не бьет. Ни одного героя здесь нет. Акс Супернова всегда защитит. В любой даже сложной ситуации. Если Феникс ставит просто грубо в четверых. Там знаешь, хронов пятерых. Акс заколит и может спасти даже так. Что и Драгонайт появляется просто персонаж. Интересно. Ну вот опять не жадно ли? Жадно, жадно. Опять может урона не хватать до определенного момента. Но мне нравится. Здесь хотя бы Драгонайт хотя бы центр. Он хотя бы там тавер дэмэджем. И с мид он там успеет что-то купить себе быстрое. Ну условный там блинк. А там уже то, как будет действовать. Это Снапфайер. Ранее думал, да, контра Фениксу и против Омнина. То есть против двух суппортов они добрали одного хорошего мидера, который может справиться. Потому что Супернова он разрушает. И Аксу нужно будет прям в Снапфайер прыгать. Да, и плюс против Омника, против ультимейта есть Морти Меркиз. Хороший магический урон. Тут, что называется, лайк. Это, возможно, даже чуть ли не единственное решение. Вот как спасти драфт. Это пикнуть Снапфайер мид. Ну, универсальное решение, да, чтобы сразу несколько пробелов можно было закрыть. Пожалуй, вариант хороший. Фен тоже на ней играет. То есть он уже показывал. Хороший перформанс. Поэтому пойдет, пойдет. И лифт-у-вин. Интересно, следили ли они за командой Эмпайер? Ну, вообще хотя бы там одним глазом. Я понимаю, что здесь, возможно, не всегда учитываются какие-то сильные и слабые стороны оппонентов. Особенно, когда для тебя уже групповый этап по большому счету закончился. Ты просто тренируешься в последнем матче, разминаешься. И если они знают эту особенность плейстайла Эмпайер, то Эмпайер это сильно усложнит жизнь. Если нет, то Эмпайер с таким драфтом, мне кажется, все равно шансы достаточно неплохие победить. Как минимум на этой карте. Пусть пытаются. Что там по коэффициентам после драфтов от прематч? Чего глянем? Ого. Полтора на лифт-у-вин. Эмпайер 2.48, кайф снижается. Полтора довольно много, я бы сказал, учитывая, к каким фаворитам они здесь идут. Мы будем смотреть. Последняя серия. Надеюсь, команды нас порадуют и подарят очень красивую доту. Смотрим. Да, давайте надеемся, что Эмпирия даст бой. Если не даст бой, будет грустный 0.2, и мы с вами будем заканчивать это сегодня. В целом у нас так-то последние дни, если вы заметили, не очень много киперспорта, да. И в дневное время Китай закончился, только вечерний второй дивизион. Первый дивизион там, по-моему, завтра, да, будет? Или даже не завтра? Нет, не завтра. Даже не завтра еще будет, да. Поэтому смотреть особо нечего, вот, а хочется, да, потому что нас уже, что называется, Valve подсадили на киберспортивную иглу. Мы теперь каждый день хотим смотреть и КС, и доту, все желательно первого тира, да, и желательно в разных регионах. А тут вот может быть какой-то легкий недостаток ощущаться в последние дни. Поэтому давайте, Empire, Live2Win должны за все серии, которые сегодня не случились, просто дать какой-то классный бой, как его дали как раз SpiderPix и коллектив. Yellow Submarine. Вот, кстати, что хотел сказать. Live2Win у нас вчера же играли против Нипов, правильно? Да. Вот. Так я там вообще, ну, то есть они, конечно, выиграли, но я там вообще не видел какой-то, знаешь, уверенной игры от Live2Win, потому что в двух картах против Нипов они-то летели, прям летели знатно. Да, камбэк состоялся, да, там, где-то сгулял вражеский керри Чарли, там, и так далее, победу одну отдали, потом получилось, скажем, в третий. Но я бы не сказал, что Live2Win смотрелись прям, знаешь, как команда, которая готова выигрывать дивизион. То есть, ну, прям, были трудности. Может быть, опять-таки, небольшой спад связан с тем, что уже, как бы, все задачи выполнили, ты уже, как бы, в плей-офф, да, нечего особо демонстрировать, показывать. Хочется просто в доту покатать, откатать, что называется, групповую стадию, а потом уже к плей-оффу больше подготовиться. Вот. Но, как факт, просто к тому, что, ну, я так поглядывал, я еще не комментировал этот матч, поглядывал, ну, не то, чтобы я прям супердоволен был безупречной игрой команды Live2Win, вот об этом я хотел сказать. Я тебе больше скажу, эта команда испытывает проблемы на лейнинг-стадии, они к десятой минуте проигрывать могут очень много тысяч, они реально вчера против NIP проигрывали линии постоянно, ничего сделать не могли. А учитывая, ну, например, оффлейн, команда Empire достаточно мощная, есть вероятности здесь начать нехорошо. Тут на всех линиях, в принципе, у Empire играбельно. Но пока я вижу, FN гоняет Драгонайта, лишил его уже половины здоровья, быстрее добивает крипов, ДК сейчас придется стараться добивать подвышкой. На первом левеле он взял себе все-таки пассивку, надо ручками добивать как получится. Вот одного уже не добил. Второго не добил. Хейтер на комментаторе. Одного добил из четырех, которые подошли к Тауру, и в итоге у ДК три крипа. Вообще, ДК, конечно, неплохой очень лейнер, особенно в центре, он практически не испытывает проблем ни с кем, да, там по пальцам пересчитать героев, которые прям уничтожают Драгонайта. Все пассивка, она позволяет комфортно себя чувствовать. Так, шара, много П потерял. Санэка старается гонять. Так, ну вот в чате говорят, не адекват, не шарит. Свен с останчиком диспеллит, собственно, ГА. Но нет, это круто, безусловно, конечно, это работает. Так, я об этом даже уже не говорю, потому что мы так часто видим Свена с Омни Найтем против Омни Найта. Что, как бы, это уже какой-то базис, который так все знают, все выучили. А к тому, что, это же вопросов вам не найти просто, в какой момент времени он даст ГА. Потому что, ну, давать ГА до того, как Свен ворвался, ну, наверное, не очень хорошо, да. А если таймингово после того, как Свен уже молоток кинул, ты кидаешь ГА, и какое-то время ГА просто защищает. А так, по большей части, наверное, все время, да. Сколько он там, длительность, допустим, будет условно 5-6,5 секунд. Вот, молоток Свена, ну, понятно, что будет последний уровень прокачки 12 секунд, с талантом минус 5 секунд, 11 секунд. То есть, ты кинул молоток, получил ГА, и ты уже ничего не диспелишь в этой жизни. Поэтому это такая. Ну, а контрабрит контроль, но она довольно с натяжечкой. Можно прям полноценный контроль назвать ультимейт Омни Найт. Поэтому об этом, как бы, речь особо не велась. Ну, инвокер просто в этом плане лучше работает, потому что он уже всегда против ГА будет готов, допустим, торнадо дать. Вот, а здесь придется, придется подумать, наверное, о каких-то нулифаерах, может быть, о чем-то таком, о великом, о важном, о насущном в будущем. Ну, потому что Свену будет реально трудно. Прямо основная, основной урон там, да, вот от Свена будет исходить. Если Свена в итоге не найдет решение, и Омник будет его закрывать, то там уже придется надеяться только на какие-то касты от Снэпфаер, от аппарата, что они самый большой урон нанесут в игре. Ну, это все, опять-таки, дело хорошо контрится, каким-то БКБшками, дефолтными пайпами и прочим, прочим, прочим. Короче, куча нюансов есть, куча особенностей. Уже за реализацией посмотрим. Пока лейнинг стоят довольно прилично, обе команды, оба керри страдают. Мидеры друг другу мешают, немножко фармят. Без приключений. Вообще, можно так, наверное, говорить чуть ли не про каждую контуру в игре. Точно так же, да, Снэпфаер, которая вроде как закрывает Феникса, но она может быть на неправильном расстоянии, просто не успеет подойти, а больше бить практически некому. Убивает тем временем союж Энштепаришна. На ФБ. ФБ на Фениксе приятно. Очень приятно. Не, ну да, там, друг на друга контрят. Закрывается Omni Knight, Снэпфаер, Снэпфаер еще закрывает Феникса, Агк закрывает Снэпфаер. Хроносфера закрывает Снэпфаер. Хроносфера закрывает, что с Хроносфера закрывает у вас? Ничего не закрывает, да? Хроносфера, получается, не контрится. Во, мы нашли героя, который не контрится, это F next Void. Хроносферу ничего не закрывает здесь. Плохая хроносфера закрывает само себя. Поставит? Надо еще хорошо поставить. Не, но мы-то берем идеальные Айс Бласт или идеальную Супернову, берем идеальную хроносферу. Просто вот идеальные нюки можно законтрить. Ну, допустим, идеальный идеальный Лил Шеддер от Снэпфайр. Ну, который что? Просто побегаешь и кидаешь Лил Шеддер на Супернову. Можно закрыться не очень даже идеальным коллом Акса. Главное, хоть как-то попасть. Не важно как, да? Ну, в таком масштабе а просто хроносфера, идеальная хроносфера, вроде ничем не закрывается здесь. Все, выхвали Найт. Просто ставь идеальную хроносферу и будешь побеждать. Так да, да, да. Ну, единственное, чтобы урона хватило, конечно. Там будет Санрэй Феникса как помощь и все. То есть, по факту, конечно, Смайли Найту нужно будет придумывать урон самостоятельно. С учетом того, что пик немножко жидноват, потому что Драгонайт захочет пофармить, Акс захочет пофармить. Да и саппортом что-то выфармить не мешало бы, да? Если какой-то Феникс с Медасом на самом деле выглядит достойно и весьма перспективно. Союз Телекинезис Телекинезис нажал, и вот Феникса здесь зажарили. Хорошая игра, и Мэршн подтянулся и сделали фраг ответный. Один. Вот, поэтому Смайли Найту скорее всего придется качаться самому, причем много, выходить в физ ДПС. А это значит, что ты хочешь купить МОМ, хочешь купить скорее всего Блокинг Барн, чтобы не умирать в собственную хроносферу. И уж только потом выходить в МКБ, а вы сами представляете какое-то количество времени, сколько это минут должно пройти с его фарма. Что это не так уж и просто сделать, на самом деле. И вот Алтокулыча. Алтокулыч пока один. Возвращается Мэршн на линию. Здесь Союз с Гвином обузит бутылку. Есть первая форма Гвина. А вот здесь, кстати, смотри, в отличие от Митчи, который в оффлейне на ДК стоял, он здесь вот как раз приоритет дает. Брэсфайр. Но при этом вообще не качается там. Снизу драка. Пригвоздили. Умни-Найт как-то не по шансам пошел в драку. Баф в итоге так и не дал. Погиб без бафа на себе и даже не кинул на Смайли-Найт. Легкое убийство для команды Лип-Ту-Вин. Так, с Умни-Найтом мне очень хочется идти в агрессию. Особенно против довольно сильной даблы. Все хочется стоять за спины. Где-то, наверное, выпуливать постоянно. Получать экспу в соло, да, потому что твои нюки классно грейдятся, я имею в виду Умни-Найта. Ну и при этом просто поддерживать ВС Лыс Войда, периодически накидывая на него бафа, чтобы он не умирал на линии. Вот такой геймплей, наверное, будет максимально удобным сомником. Ну, идти в агрессию, это, конечно, аркада. Ну, баши могут не пройти. Можешь получить такое копье и не успеть вообще ничего не нажать, как произошло. Не, на этом происходит это, в принципе, не линия для убийства. Если повезет, если одного героя поймают, то хорошо. А так 2 на 2, Рубик с Марсом, конечно, поинтереснее смотрятся. И убивать могут. И с 6-м левелом особенно легко будут убивать. Тут даже, я не уверен, если поставят хроносферу, что эта дабла что-то здесь придумает. Просто урона не хватит. Вот еще не имеет его вообще. Ну, вот что стоит отметить хорошего пока для Эмпайр, это, наверное, то, что Свен немного недофармливает. У Акса пока все очень хорошо. У него левел 6. У него есть фейзы. И пока Дрим не всех крипов добивает здесь, ему мешают. ФН снизу. Куки на Петушару. Мортимер Кисос. Хороший ганг. Смещение от ФНа 8 уровня. Первый реализованный ультимейт. Здорово сыграно. Опять-таки, мы всегда ожидаем вот Snapfire медовой, что где-то, когда-то она на какую-то крайнюю линию придет и убьет. Но когда именно и на какую линию, это прямо всегда загадка. Если ты не прочитал этот телепорт или это смещение, то ты подставился, ты погиб. Сейчас вот Акс, который там шел очень топово, лишает жизни, и он теперь падает на пятую строчку. Сразу возвращаются в центр. Соппорта лифтувин. Очень не хочется подформу Драгонайт Тавра отдавать. И ФН сюда тоже сместился. Вот в три героя встали. Ну и вышку будем защищать. После ганг, главное, успевает сместиться. Потеря Тавра в центре так рано, конечно, дает возможность имперцам проводить какие-то еще более глубокие атаки, фиксироваться в чужом лесу, расставлять более глубокий вижн. Понимая это, лифтувин, конечно, за свои вышки дерутся. Все. Дрим свою задачу на линии выполнил. У него четвертый Грэд Клифф, у него Мом, мы теперь бегаем и защищаем лесные кэмпы. И что ты ему сделаешь? Ничего. Саппорты вообще не те. Абсолютно те саппорты, которые могут искать его по лесу, как-то ему мешать. Статичный абсолютно омни-найт, практически такой же Феникс. Искать его может, наверное, только с ДК, с Аксом. Ну хотя бы кто-то из них должен участвовать. Поэтому, скорее всего, да. Сейчас просто спрячется Свен в лесу и в ближайшее время мы про него можем забыть. Ну хотя бы вышку сейчас заберут Эмпайр снизу. А сверху лифт-у-вин? Или не смогут? Слушай, тут могут и не справиться. Медленно. Вард очень хороший стоит, приходит Дрим сюда. Вышку уже забрали. При большом желании Эмпайр могут за вышку в топе подраться реально. Глиф там есть, он ненайт в позиции. Он здесь на ХП. Глиф нажали прямо сейчас лифт-у-вин после сноса вышки. Со мной-ка еще и подставляются. Ничего, сместятся на то, как думаешь? Наверное, не стоит, да? Опасно очень. Да не, не стоит. Гвин еще и центр немножко запушил. Форму новую активировал. Кому-то опять приходится смещаться. Очень не хочется товара отдавать. Контроль ц-руны и фэн забирают рунные иллюзии. Есть у него уже половина ганима. Довольно резко, да. Вышками в итоге разменялись. Абсолютно размеренная, спокойная игра. Еще 2-3 каких-то без сенсации на линиях. Никто никого не задоминировал, да? Все покачали, все пофармили. Всем нормально. Ну, наверное, тогда будем ждать вот какое-то развитие событий уже в мид-гейме. Первый тимфайт. И, может, увидим первые смоки. Пока их тоже не было. Очень неторопливая игра. Какой скан интересный. На скане узнали, что Алдакулыч фармит их лес. Но это скорее больше просканировал Умни Найт, чтобы понять, можно ли им туда смещаться или нельзя. Хочется прям аккуратно ему левел получить, потому что он постоял на топе, долго стоял, прятался там, чтобы его не увидели. А в итоге все равно левел 5 пока, и 6-го нет еще. Так, на Гвина нападение в центре. Алдакулыч промазал все-таки. Супернова ставится. Вот такая вот наглая. Залетает Айцбласт. Можно накрыть. Накрывает Гвина. Прыгает Смалин Найт за Эйфеном. Рассыпался Драгон Найт. Айцбласт хорошо поработал здесь. Но Алдакулыч в размен должен выходить. Заколил его Петушара. Ну, еще и замедлили Мершина, что он там своровал. Очень полезный. Пуррификейшн. Нормально. Пойдет. Хроносферу ставить не стали. Кстати, мог попробовать, да? Хроносферу поставить на Айфена. Я вообще думал, будет. Но вот не решился почему-то. Смалин Найт, видимо, считал, что тиммейты не успеют как-то помочь. И урона просто банально не хватит. Там все-таки 1700 хп. В какой вселенной войд на таком этапе может их пробить? Ну да, вроде 4-й там лог. Есть Мом. Но не решился. Реально просто не поверил. Интересно. Там полу-нюк какой-то должен был быть. А полу-нюков вообще нет. Ну, никаких, да? Потому что реально в хроносферу только Феникс. А Феникс суперново там стоял. Ну, ДК, да? С натяжкой может, конечно, этот урон давать. Но там вообще атака изначально была на него. А вот на их хроносферу. В этот раз ставится она в Эмершина. Его убивают. Ну, у него 1000 хп, не 1700. Его проще. И вышку забрали. Нормально. Пойдет. ФН за руной волшебства. Не наказан ли он здесь будет? Ну, нет блинка у Драгонайт. Акс тоже без блинка. У него немножко не хватает. Три сотни голды. ФН на куки перепрыгивает. Знаю, чем он занимается. И хорошая игра, ФН. Сообразил. Ушел. Молодец. И опять-таки, все предельно пока аккуратно. Не забываем про Дрима, который получил пространство. Его никто не трогает. Он фармит. Вот потихонечку с шестых позиций Дрим вырывается на лидирующие строчки. Формежка идет. Формежка знатная. Ну, и будет он отрываться, я думаю, от всех остальных. Пока Эмпайр, наверное, в тимфайте не сильнее. Но вот этот Драгонайт, мне кажется, их немного тормозит. Вышку он спушил. Это, безусловно, плюс. А дальше-то что делать? Акс пока еще... Сейчас блинка. Ну, надо два блинка, получается, купить как можно быстрее. Они вроде как скоро появятся. Вот первый. Вот ДК тоже скоро будет. И кого-то искать, действительно. ДК независимо от блинка Акса. То есть можно через Аксовский блинк играть. Куки не самый удачный. Нашлем не на этом арене. На Воида. Воид. И подайс Бласт. Морти Меркисус. Просто закрыли Фесслос Войда. Удачный ганг. При этом Умни Найт на себя баф потратил. Пытается уйти. Фэн добивает его. Нет, не добьет. Не хватает урона здесь. Получили даже лучше. То есть Умни Найт в итоге не смог прикрыть своего товарища. Будучи пятеркой встретить эту атаку. И принять на себя там все внимание. Он, конечно, спасся. А вот Фесслос Войда отнюдь. Пайт Блэйд. И на фоне того, что Свен беспрепятственно пылесосит всю карту. А Фесслос Войд погиб. Райдится между двумя этими керри. Она сейчас возрастает. Там еще билд. Фесслос Войда интересный через Сию будет играть. Немножко статов. Да, статус эффект резист. Так, ну вот он первый смог от команды Эмпайр. Выход с реализации блинка от Петушары. Посмотрим. Есть суперновый, конечно. Куда-то поглубже. Где-то Свена искать. Но Свена немножко в другой области. Эфена могут найти. Эфен аккуратно фармит кэмп. Ставится в арт. Эфена прекрасно видно. Прыгаем. Колем. Там Войда опять убили? Да ладно. Эфена-то не убили. Эфен довольно крепкий. Вот сейчас, наверное, получится. Ой, ошибся здесь Петушара. Замахнулся. Но не рассчитал, сколько там осталось здоровья. Однако, да, в любом случае убили. Ну, минус Войд второй раз подряд. Это гораздо более дорогой фраг сейчас для команды Эмпайр. Потому что... Ну, опять же, смотрим на коров. Вчера в последней карте Дрим против NIP нафармил, ну, по-моему, как три вражеских героя в сумме. Первая, вторая и четвертая позиции. То есть он настолько там раскатал вообще всех. Настолько он был богатым и сильным, что, понимаешь, если его опять отпустят, может повториться та же самая история. И Войд через Сию... Не знаю, насколько этот билд хороший здесь. Вот просто какие плюсы у него есть? Руками его Свен точно так же перебьет. Да, и так, альтернатива какая? Чтобы понимать, насколько это хороший билд. Здесь без БКБ делать нечего. Ну, ты просто посмотри на количество контроля слева. И Сия даже с этим эффектом, она тебе столько не даст. Там такой высокий ДПС могут дать Снепфайр и Свен вдвоем. Они его убьют даже за меньшее время стана. Ну, давай так. У меня контраргумент. Помимо статуса эффекта резиста с Сии, у него будет еще баф Хевенли Грейс 50% сопротивления эффектов. А это больше 50% суммарно. Очевидно, да? Хорошо. Тогда они будут тратить не только молоток, а еще и телекинез, чтобы его убить. Ну, тогда они убьют его и до БКБ такой ситуации. Просто на Сия, она хоть немножко снотолбает, но убить. Надо успевать нажимать БКБ в таком случае. Ну, не знаю. Будем смотреть. Мы с тобой уже комментировали матч, где Войт покупал откровенный бред какой-то. Это была не Сия, было что-то еще хуже. Уже не вспомню, что. Так, здесь нападение на Акулыча. О, сейчас ма подмова Майсбласт. Смайли маит, просто в панике. Супернова, Супернова никто пока не бьет. Пытается Акулыч. И не добили, неплохо. В итоге погибнет. Возможно, Акулыч. Ну, 2 в 1, и это опять боится. Вторая волна подтягивается. О, хо-хо-хо-хо! Какой гоблап! Привет, Феникс, убили быстро. Петушара колет. На себя принимает внимание. Куки, Морти, Меркис, из Петушара погибает. Ужасная драка для команды Empire. Опять боит. Он идет, включает Мом, получает Айсбласт и умирает. Все. Получается, на идеальную хроносферу идеальный аппарат от Санейка. Он уже в который раз просто уничтожает Тесла Свойда. Не, ну, откровенно, ну, можно сказать, что играл с Малинайт, не пошла. Ну, и он действует, конечно, максимально неаккуратно. Две абсолютно необязательные смерти снизу. Ну, сейчас можно было поставить хроносферу, тиммейты вырвались, просто аккуратнее сыграть, понимая, что тебя будет пытаться аппарат закрывать. Среагировать, на таймволки куда-то уйти. Но это включение Мома, где хроносфера заканчивается. Ты просто бегаешь в арене, не знаешь, куда тыкнуться. Еще ведь начал билд с Яшей, а не с Энджа. То есть хп-шки мало. Ну, естественно, тут была игра через Алибарду и Монта Стайл. И он так собирал ни то, ни другое. И ты тогда очень сильно возмущался по поводу этого билда. Не помнишь эту игру? Не помню. Кто играл и на ком? Не помню, честно. Вот это так много этих войдов было. Это было где-то неделю назад, и их так много было. Кто и против кого? Надо поискать, конечно, может быть, в перерыве займусь этим. Постараюсь найти, но там тоже команда проиграла. Войд в итоге ни одного артефакта так и не дособирал, и проиграл. Ну, тут все перспективы есть проиграть у Смайлен Найт. Ну, вот он буквально за короткие, там, сколько, минут 7-6, наверное, 3 раза умер. А Свен, нет. Свен, более того, еще и убивал. Свен постоянно качается, а Фейслос Войд, естественно, довольно долго попивает кофеек себе, сидя в таверне и респавнись. Ну, 4К из этого команды Лифтовин, все преимущество в Свене, очевидно. Ну, Марс тоже хорошо подкачанный. Мы, опять-таки, видим, как хорошо работает Акс с Фениксом, да, в взаимодействии. То есть, Суперновый перерождается, ее еще ни разу не уничтожили. Это говорит о том, что комбинация реально лютая. Но Керри не доживает до финального этапа драки, и не получает все бонусы с выигранного замеса. И замес, соответственно, выигранным уже считаться просто не может. Поэтому хорошо держится Лифтовин, молодцы, все в порядке. Ну, возможно, следующая хроносфера от Войда будет как-то хорошо реализована. Си еще нет, но вот он бежит вместе с командой вниз. Там большая часть героев собираются. Судя по всему, нас ждет очередной тимфайт. На ДК нападать не знаю, 2000 хп. Свена нет. БКБ у Свена. Ой, сейчас как будет больно. Если он придет. Полетели. Здорово. Нашли петушару здесь. Без шансов вынесло петушару. Потратили что? Да потратили Мортимиркисос, пожалуй. Только Свен ничего не тратил. У него есть ГДС. У него все еще есть БКБ, поэтому к любой драке. Мистер Свен готов. К чему готовы Эмпайр? Непонятно. Готовы, видимо, без устали зачищать нейтральные кампы. Фармите, фармите. Пытаться выйти в лейт. Но сейчас, конечно, каждая драка будет максимально тяжелой. Надо идеально кнопки расставать. Надо остановить Свена с помощью ультимейта Омника. Надо не подставиться под Айс Бласт. За хроносферу сделать убийство. Супернова с Аксом. Все это должно сработать как часы. Если что-то пойдет не так, они проиграют драку с этими большими ультимейтами. С формой Драгонайта, с ультимейтом Омника. Арен нашли Омника. Омник. Просто растоптали его здесь. Так, ну впитал в себя арену и ГДС Свена. С каждой смерти чуть-чуть довыбивают ресурсы Эмпайресового соперника. Но вот сейчас можно пробовать. Вот Омник появится, сейчас может реально подраться. Они нажали в форму Драгонайта. Но вот когда закончится правда ГДС, там и в форме Драгонайта не особо много останется. Ну нет, отказываются от боев. Отказываются от контакта. Отдают руны баунти. Одну смок контролить. Тушара на аксе для своей команды. Пойдут в бой? Да, смок нажимают. Даже не добили дико крыло. Они понимают, что у них есть тайминг. У них есть хорошее временное окно. Чем они руководствуются? Арены нет. Морти Меркисос нет. Свен без ГДСа. Это ли повод? Да, это повод. Это повод напасть. Закрываю это Феном. А может быть это повод зайти на Рошана. Я думаю, они физически не успеют его так быстро убить. Потому что Лифтувин, во-первых, пойдут мешать даже вчетвером. Фен появится. У него уже будет ультимейт. Арена тоже через 10 секунд. ГДС. Свен сейчас урона наносит больше, чем Войт. Даже без ультимейта. Так, Дримпакт передумал покупать Блинк. Все-таки берет себе аганим. Просто вчера мы с Бобрухой разговаривали. Вот ему не понравился выбор команды NIP. Ну, в виде этого аганима вместо Блинка. Вот как раз из-за этого аганима они тогда проиграли первую карту. Когда Свен улетел за Эмберспиритом под фонтан. Ну, то есть Эмберспирит просто на реакции сыграл. И это похоронило, по сути, перспективы команды. То есть он говорил о том, что периодически, ну, не надо просто так, знаешь, брать этот аганим, как все. Иногда он может тебе помешать. Ну, если берешь, просто аккуратнее пользоваться. Ну, или так, да. Не всегда это от тебя зависит. Иногда просто, ну, ты прыгнуть-то вроде хочешь нормально, но тебя переиграют. Ну, слушай, давай так, прыгать в Эмберспирит, у которого есть ремонт, возможно, есть ремонт, это ошибка, как бы ты кнопку не нажимал. Он, блин, стоял так близко, все уже. Да, 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 да. Да, 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 я все понимаю. Близко стоял, хорошо стоял. Ой, на парад напали, кстати, быстро убить будет неплохо. Акс уже запрыгнул, Суперноу бить нечем. Станчики. Воид ворвал с тайм-делэйшном прямо туда и будут топтать сейчас. Но Акс погиб, колл не дал. Надо забирать Алда Кулача, приходится Венгард. Никого забирать больше не будем. Ооо, и за Алда Кулача, воидом, стан. На, уничтожили, бегу дальше за Фениксом и Карус дайв уйти. Что-то решило мне на это ПВП против троих подраться тоже не вышло. А Харнасферы-то не было, они штратили на Эйфена. Чтобы я так уверенно ворвался. Так он просто прям в тимфайт под Морти Меркисос. И на Рошанов теперь уже путь от Эмпайр. Вообще, конечно, успеют лифт. Наверное, успеют, да? Тут да, здесь ГДС работает. Мэднес есть. Тут более чем впадает. Ну и все, закидываю туда. Гоба лап сразу. И лил шедер. Дебафом на Рошан, а Егис есть. Тяжеловат, 7000. Дабл демаж даже не отыскали. Дабл демаж нашли ребята из Эмпайр. Они будут с ним. Ну тяжко. Сколько Свен БКБ нажимал? Один раз только? Ооо. Сколько еще неприятных сражений предстоит команде Эмпайр. Принять. Свен будет лупить знатно. Ну, фармим. Выходим лейт. Ага, смог. Кстати, вот интересная идея, да? Несмотря на наличие Аегиса, они понимают, что ресурсы были потрачены. В том числе. Ну, хотя какие? ГДС-а нет. Это их аргумент. Они потратят свой главный ресурс. Это хроносфера. И потом у них ничего не будет. Это опять же шанс для лифтувина же с Аегисом куда-то лезть. То есть здесь-то, наверное, от кулдаунов команда Эмпайр зависит гораздо больше. Особенно учитывая перифарм. Имея такое преимущество финансовое, особенно между первыми позициями, Свен и без ультимейта, как уже говорилось, может посражаться. А Войт без ультимейта вряд ли на что-то способен. ДПС у него совсем низкий. Эммершн спалился. Здоровый Эммершн. Он нюк дал. Смайл Найт. Хроносферу. Серьезно? Это очень удивительно. Он, знаешь, он не поверил в себя. У него была возможность нанести, наверное, удара два, он бы успел. Ну, то есть ты прыгаешь, да, там, точнее разворачиваешься, пока делается телепорт соперником, ты делаешь два удара. Ну, повезет, баш, ТП остановишь. Не повезет, Рубик уйдет. Но просто так ты поставил хроносферу, ты обеспечил стопроцентный фраг, но при этом ты обеспечил команде Live2Win ближайшие две минуты комфортной игры в доту с Айегисом, где они могут сейчас за смерть этого Рубика получить просто невероятную компенсацию в виде просто всего зафармленного, уничтоженного, любого тимфайта, все что угодно. Дрим нажал, кстати, ГДС, отпрыгнул сразу Акс на реакции. Знают, что Дрим потратил ГДС. Есть ли перспектива хорошо подраться без хроносферы? Давай подумаем. Я сильно сомневаюсь. Я уверен, что им просто урона не хватит. ДК, не дмэдж-дилер сейчас. Не, одного-то убьют, наверное, кого-нибудь. Может быть, даже двоих, но потеряют больше. Опять же, нужно идеально скастовать Супернову. Под Акса, не под Акса, неважно. Но она обязательно должна взорваться. Дам. Пожалуй. Так, снизу готова перехватывать ДК. Тим Эршн, Телекинезис. Арена ставится. Ну, Драгонайт и нет Блокенбара. У него Алибард. Он кинул, кстати, на Свена. Но тут четыре героя уже, да, Гвина просто не отпустит. Контроль церун на 25-й. Причем... Смайли Найт забрал там, да? Баунтирун, нормально. Тоже БКБшку делает. Мом БКБ СЕ. Урона, конечно, реально в хроносферу будет мало. Ну, вопрос для кого. Давай так. Осилит ли он, допустим, за хроносферу ФНа? На Snapfire соло. 2100 хп. Ну, если у него будет БКБ, Мома СЕ. Ну, если ты ему прибавляешь БКБ, наверное, надо и Snapfire что-то добавить за это время. Что-то успеет ФН себе купить. Часть БКБ, например. То есть добавит 200 здоровья. Ну, так вот, осилит? Мне кажется, нет. Мне кажется, не хватит ему. С учет того, какие таланты он взял. Да, он таланты на выживаемость взял. У него таймволк улучшенный. 8 к силе на 10-м уровне. Он, скорее всего, на 20-м возьмет себе еще перезарядку таймволк. Он реально мало. Ребен, очень мало урона. Мы же не говорим о том, что Свена с таким уроном 3000 хп не убить просто. Свен себе готовит еще и Кирасу. Это правильно. На команду против физ ДПС, которую Коэм обладает и Faceless Flight Dragon Knight. И заход уже на хайграунд. Ну, не знаю. Так вот, конечно, по ресурсам Empire не готовы вообще к сопернику. Не хватает слотов. Они летят 11 тысяч. Прыгает Dragon Knight под бафом. Брэсфайр дал, дебаф. Ну, нормально защищает. Сон рейку и шестой. Не хочется БКБ-шку нажимать, знаешь. Вошел Марс. Неаккуратно. Колит Акс. Вытягивает Марса на себя. Это может быть ошибка Алдакулыча. Или не ошибка. Непонятно. Дрим очень хочет добить Т3. У него ультимейт скоро закончится. БКБ он, конечно, будет нажимать уже после того, как, например, погибнет с Айгисом. Но нет, не добил. Погорячился Дрим. Довольно рано нажал ультимейт. С ним ничего не вынесли. Но это хороший такой за долгое время эпизод для Empire, где они отбились, при этом ничего не потеряв. Ты знаешь, мне все еще кажется, что... Ну, этого Свена не должна быть настолько легкая игра. Вот я смотрю на тем, что происходит. Ну, блин, оверфарм, конечно, реально большой. 6-7 тысяч. Отставание дичайше этого Свена. Но все-таки. Но все-таки он не на этот момент должен сказаться. Ну, серьезно. Не просто так же герой был пикнут. Вот, кстати, про него мы даже не вспоминаем. Его как будто нет. Он ни на что еще не влиял. Ни ультимейт его там не поможет. Или не помогал, вернее, до этого. Ни бафа его, ни хил. Вот, да. Но в какой-то момент времени, когда Свен раздуется, пойдет, допустим, БКБшка станет поменьше. Хотя, с чего ради и становиться поменьше, да? 9 секунд. Используй только по острой необходимости. Керри, команда, лифтубин. Но, тем не менее. Тем не менее. Ну, алибарды какие-то. Ультимейт Томника. Но если грамота кнопки нажать, неужели этого Свена нельзя раскатить? Неужели не получится его как-то остановить? Неужели это так легко? Неважно, какой пик у соперника. Неважно, что тебя там кола Макса через БКБ закрывают. Омнинайтерским мультимейтом, да, хроносферой. Ну, Супернова, та же, когда разродиться, можете остановить прям БКБ. Неужели все это не может хоть как-то препятствовать легкой игре Свена? Смоленайт находит. Мам подрубил. БКБ заколил его Мэшу. Да, да, да. А дальше? Хроносферу поставил. Смоленайт будет драться? Серьезно? Ну, даже если он убьет Рубика, Рубик уже все сделал. Все, что от него требовалось. И влетает Свен. И тут просто убьет Войда. Это провал полнейший для команды Эмпайр. Сейчас есть у нас ИГА. Толку. Супернова взорвалась. Они потратили все абсолютно. Они не убили даже Рубика. И теперь их будут уничтожать. Будут уничтожать по очереди. В арене вот так. Для начала Экнарта. Следом за ним Петушару. Ну, и всех остальных в том числе. Минус Феникс. Остается ДК. Что, это конец? Видимо, это конец. Слушай, ну, я не знаю. Вот Омни Найт не нажал. Ну, нажал ультимейт, но уже поздно. Он вообще не сейвил Фейслес Войда. Фейслес Войда били. Он не нажал ни одной кнопки. Я смотрел специально на Омни Найта. У него была и первая способность, и вторая способность. И ультимейт был. И сбивал Свен. Омни вообще ничего не сделал. Ноль кнопок. Он потом кинул баф на Драгонайт. То есть он верил больше в возможности Драгонайта, чем в своего Фейслес Войда на первой позиции. Это забавно, конечно. Ну, как-то реально получилось очень легко для Свена. Даже немножко удивительно. Ну, видимо, все-таки решает класс, да? Потому что когда, ну, вот настолько легко Свен побеждает врага. Причем неважно, какой там пик, что вообще происходит. Просто пофармил Дрим. Пришел 8.05. Игру закончил. Это, видимо, просто класс, класс команды выше. Ну, как бы это факт. Факт имперцев не получилось остановить. У них мидгейм, да, немножко завален получилось, когда Смайлинг Найт погиб три раза подряд. Это было не очень хорошо. Там прям аутфарм пошел жесткий. Ну, молодцы, молодцы. Лифт-у-вин. Вот им матч, может быть, не особо что-то значит, но Team Empire, они не хотят давать возможности в легкую пройти в лузера. Давай так. Лифт-у-вин не напрягались. Вот они просто взяли, пошли, сыграли стандартно. Ничего сверхъестественного не показали. Тут скорее, ну, как будто Empire не готова к этой серии. Лифт-у-вин играли в свою доту. Играли не лучше, чем вчера, не хуже, чем вчера. Но здесь то ли соперник проще оказался. Снайпи реально пришлось потеть. И на первой карте камбэк, и на второй там чуть не камбэкнули, но все-таки проиграли. И линии заваливали. Здесь этого всего не было. Они просто вышли, и как будто обычная тренировка для них. Матч ничего не значит. Нет никакого давления там эмоционального. Это Empire надо переживать. Вот Empire, в отличие от Spider-Pix, пока, да, ну вот, не так сильно стараются. И тем и другим нужна победа. Ну вот одни справились с сильнейшей командой групповой стадии, а вторые со второй командой пока справиться не могут. И сейчас нужно выигрывать две, нужно камбэкать в серии. Это сложно будет сделать, пока вот после этой игры нет веры в то, что Empire смогут. Ну, чуть навязать надо свою доту, да, то есть не давать возможность сопернику играть первым номером, а просто сыграть речь самим, подавить это, подушить. Вот как играют в Spider-Pix. При всех их там нюансах, да, вот этих вот ранних сборов вместе там по центру, они все равно дают какую-то агрессию, они дают, навязывают свою игру. И какую-то команду это может сломать. Команда Yoast of Marine в какой-то момент сломалась, особенно в третьей карте. Их закрыли. Поэтому чуть поагрессивнее, поактивнее заставлять допускать ошибки там Dream'а того же, да, чтобы он переставал просто спокойно фармить себе свои слоты. А то так как Dragonite, Void, Axe, да, ушли в лейт, а что-то в лейте ничего сделать не смогли. И шмотки не купили нормальные, по итогу. Не хватило времени. Не хватило времени, это правильное заключение. А у нас есть время отдохнуть, у нас есть минут 15. Посмотрим рекламу, посмотрим что-нибудь, что вы любите смотреть в эти 15 минут. И пойдем смотреть дальше вторую карту. Надеемся, что Empire Boy дадут и все-таки попытаются зацепиться за это.